Нынешние события в Тавуши и примененная властью сила против мирных митингующих могут привести к двум возможным сценариям, установление полной диктатуры или смена власти. Об этом заявил политехнолог Карен Кочарян. В соответствии с первым сценарием, власть, применяя грубую силу, подавляет протесты и устанавливает в стране абсолютную диктатуру, которая, однако, продлится недолго. Сколько бы действующая власть не говорила о том, что пользуется поддержкой внешних сил, уже сейчас очевидно, что эти силы списали премьер-министра Никола Пашиняна, он им интересен настолько, насколько обслуживает их интересы в регионе, заявил политехнолог. Кочарян обратил внимание на то, что начала появляться критика и регистрируется спад уровня демократии в Армении со стороны западных структур. Эксперт уверен, что эти звоночки появились не случайно, они означают, что что-то идет не так. Поскольку Никол Пашинян перманентно врет, им недовольно все без исключения центра силы. Он врет не только нам, но и геополитическим центрам, однако в этом случае ложь бывает довольно сложно переварить, заявил Кочарян. Согласно второму сценарию, эти процессы перерастут в нечто большее и станут началом конца правления действующей власти, заявил он. Эксперт указал на накопившееся недовольство граждан, посчитав, что проведение делимитации на остальных участках границы будет служить очередным триггером, продвигающим борьбу против власти. Говоря о нынешней пассивности в плане участия в акциях в Ереване, политехнолог отметил, любой процесс начинается пассивно, с эпизодических спонтанных акций, но потом, в какой-то момент, который может быть для многих непонятен, огонь может вспыхнуть с большой силой, заявил он. По какому конкретно сценарию будут развиваться события зависит от множества факторов, в том числе и субъективных, считает Кочарян.